Эхо Москвы представляет программу Гонопольская. Итоги недели без Евгения Киселева. Эта передача идет в записи. Она идет в записи, потому что в воскресенье, когда вы эту передачу будете слушать, у меня день перелета. И знаете как, не было бы там несчастья, да счастье помогло или наоборот. Во всяком случае, к одной теме, которая в нашей сегодняшней передаче, итоги недели без Евгения Киселева, будет. Мой перелет как раз кстати. Значит, я нахожусь сейчас в Норвегии. Эта передача записывает. Ну, просто у меня отпуск небольшой. Я нахожусь в таком городке, город Берген. Кто был в нем, тот был. Кто не был, тот не был. Этот город у фердов. Это Норвегия. Тут холодно. Тут, в общем, короче, зима. Не самое лучшее для туристического визита время. Но это город, знаете, вот если говорить на что он похож, что вот эта песня знаменитая советская в узких улочках Риги, вот это вот узкие улочки, вот такие вот домики, море рядом и так далее, и так далее. В общем, такая красивая картинка, которая должна поразить путешественников. И действительно, я хочу сказать, мы сейчас начнем и пойдем по нашим темам, потому что, несмотря на то, что год начался, политических тем оказалось достаточно много, я хочу сказать, что мы были поражены. Сам город Берген, и это интересно, он маленький. Он состоит из старого города, как полагается, какой-то там 1600 с чем-то, где это все строилось. И такого небольшого, ну знаете, как называют спальные районы и так далее. И неожиданно гигантский аэропорт. Просто гигантский. Это говорит о развитии туризма и о том, что город строился не так. Знаете, у нас маленький город, нам ловить нечего, поэтому вот давайте сделаем маленький аэропорт, сэкономим деньги. Нет. Сюда летает безумное количество самолетов, лоукостеров, дорогих, дешевых. Тут эмираты, самолеты, тут... Короче говоря, кто только сюда не летает. Это говорит о том, что это Норвегия, как и Швеция, в которой я побывал тоже впервые в жизни, несколько необычные страны, непривычно нам устроенные. Но об этом мы поговорим еще впереди. У нас сегодня будут все рубрики. И не будет только Евгения Алексеевича Киселева. Он, по всей видимости, тоже в отпуске небольшом. Поэтому давайте начнем. Итак, начинаем, как обычно, с события недели. Энерограмма «Донопольская». И тут недели без Евгения Киселева. События недели. Ну вот что интересно, да. Событие-то, на самом деле, произошло еще в прошлом году, 31 декабря. Но узнали мы о нем на этой неделе. Нападений на авиабазу «Хмеймим». Разная информация по поводу того, какие последствия этого нападения. Был минометный обстрел. Изначальная публикация газет «Коммерсант» о том, что утеряна техника и боевые самолеты, и один транспортный. Причем такое серьезное количество пострадавших. Потом, как всегда, заявление Министерства обороны, что все у нас в порядке. Потом все-таки признание того, что два человека погибли. Сейчас появляются еще какие-то новые сведения о том, что техника все-таки, она не утрачена, но она серьезно пострадала. Знаете, дело, почему меня это событие взволновало. Дело не в том, что Министерство обороны, как всегда, уходит в какую-то несознанку и позже всех комментирует те или иные события. Позже всех дает достоверную информацию, в том числе по поводу своих потерь. Меня больше всего в этой ситуации беспокоит и расстраивает, хотя можно было бы к этому уже привыкнуть, то, что меньше месяца назад Владимир Путин был на этой базе «Хмеймим». И мы же помним, как Владимир Путин общался с теми, кто служит на этой базе. Мы помним, как Владимир Путин в третий раз сказал, ну все, теперь мы точно можем сокращать нашу группировку, поехали домой, террористы побеждены и так далее. Были сняты километры, не знаю, или, не знаю, мегабайты, терабайты репортажей, которые показывали на федеральных каналах о том, как действительно компания, которая длилась в 20-м году, какой она была успешной, действительно, ИГИЛ уже нам не страшен, и Асад нас благодарит, целует руки, ноги. Но что выясняется, проходит несколько недель на эту базу, где был Владимир Путин, ее забрасывают минами из миномета. Это не важно даже кто, это не важно. Для меня это просто показали того, что была, знаете, необходимость сделать какое-то шоу, какой-то перформанс, театр. Вспомните, как Пальмиру сначала взяли, потом раструбили на весь мир, Пальмира историческая, мы ее отвоевали, ура, ура. Ралдугин и Георгиев приехали, выступали под палящим солнцем, а потом прошло сколько, опять же, несколько недель или месяцев, Пальмира вернулась обратно к исламистам. Расстраивает больше всего вот эту вот показушность. Ну, то есть, казалось бы, военные не должны участвовать в этой истории, не надо заниматься показухой, но они продолжают этим заниматься, это очень грустно. Ну, вот, я не знаю, хочешь ли сказать что-то Алексей Солобин, мне есть что сказать по этому поводу, я бы с тобой не согласился. Я только хочу сказать, что Алексей Нарышкин очень обидные слова говорит вообще в адрес российских властей, очень обидные, мне бы было очень обидно. Понимаете, сказать гоп, не перепрыгнув, а как бы представив себе, что ты все равно сможешь это сделать, так лучше сейчас порадовать людей, когда выборы на носу, когда это так важно, это так необходимо всем российским сердцам. Подожди, ты сейчас сгибаешься, вот я только не совсем понял. Ну, смотрите, неужели эти комментарии действительно не будут обидными? Мне было бы очень обидно, и, к сожалению, здесь есть риск наступить на те же грабли, как действительно в случае с Пальмирой. Когда под выборы вы говорите о том, что вы все прекрасно сделали и произносите пафосные речи, собственно, находясь там, а потом выясняется, что у вас лишают нескольких самолетов в результате неожиданного нападения. Но, дорогие друзья, самое страшное, что в этой ситуации можно сделать, это пытаться это скрыть. А когда, понимаете, вас не только, вас и так будут полоскать, ну, вы просто к этому приготовьтесь и сделайте достойное лицо, что ли. Но пытаться это скрыть, чтобы вас еще обвиняли в том, что вы врете, друзья, ну, это просто, вы же себе просто хуже делаете. И комментарии на Рыжкина будут еще обиднее и извительнее, и вам придется его гноить в Сибири. Если бы только комментарии, давайте я вам расскажу, что происходит на самом деле. Или, по сути, по кускам, вы сказали очень правильные вещи. Только я бы поправил на Рыжкина. Вот в чем. Значит, Алеша Нарышкин, давай поговорим о политике в этом смысле, не об эмоциях, не о наших отношениях. Смотри, следи. Значит, итак, было две задачи. И одна задача, я бы сказал, была выполнена. Это признал мир. И признали Соединенные Штаты Америки. А именно, Российская Федерация в кое века участвовала не на стороне разных подонков и негодяев в войне. Хотя, Асад, это еще надо его протестировать, кто он таким был. Путин и армия Российской Федерации мочила... Вы слушаете меня, да? Или вы там перед... Значит, Российская армия мочила ИГИЛ. И вместе с Соединенными Штатами Америки и, как принято говорить, другими союзниками, сделала большое дело по поводу того, чтобы ИГИЛ сократился, как шагренивая кожа. А я напомню, поскольку есть такой политолог, очень известный, очень интересный. Его зовут Иван Яковина. Он сейчас живет в Киеве. На самом деле он и работает и в Москве, печатается в разных изданиях. Ну, вы знаете, мы в нашей передаче интересные источники, так сказать, цитируем. У меня с ним была большая передача, где он рассказывал, что такое ИГИЛ и про идеологию ИГИЛ. Так вот, ИГИЛ нормально существует только в случае, это заложено в их суть, бесконечного расширения их территории. То есть, ИГИЛ не является ИГИЛом, если он не расширяется. Так вот, российская армия совместно с американцами, не знаю, с кем хотите, при всех конфликтах, они сделали важнейшую вещь. Они нанесли, можно сказать, страшнейший, если не смертельный удар ИГИЛу, сократив его, ужав его, оставив ему там 2-3 города, где они там могут, значит, говорить о том, какие они великие. Это раз, и тут мы ставим точку. А теперь перехожу к неприятному. Вы очень молодые люди, и вы не помните, какой сенсацией был фильм «Рэмбо». Так вот, фильм «Рэмбо», это романтика, это уже была романтика, но мы знаем, что каждый «Рэмбо», он посвящен чему-то там, но вот, если я не ошибаюсь, начиная со второй серии «Рэмбо», «Рэмбо» уже оказался в Афганистане. Так вот, на что рассчитывал Владимир Владимирович, оставляя там военную базу? Он что думал? Что это не будет Афганистаном? Он думал, что типа, если он сказал, то никто не нападет? Он думал, что даже если там выставить невероятное количество вооружения и людей, то те люди, которых давайте по афганскому варианту назовем муджахедами, они, хотя, наверное, они как-то иначе называются, они не нападут на эту военную базу, так вот, я вам гарантирую, что будет дальше. Мы будем свидетелями «Рэмбо-25». Сначала это будет бесконечная борьба с убийствами российских солдат, после этого американцы, естественно, Захарова наша любимая объявит, что это выплеск антирусизма или там анти, как она там говорит, русофобия. Будет сделана очередная серия «Рэмбо», где у престарелого Сирвестр Сталлоне его внук пойдет воевать и помогать муджахедам. Это, кстати, вы видите, это в тренде такого, ну, не очень хорошего отношения к Российской Федерации со стороны Соединенных Штатов Америки. Поэтому я вам гарантирую те правы, кто говорит, что это новый Афганистан. Это куда бы ни была поставлена российская база, и не только российская, американская, немецкая, любая, это для них новый Афганистан. Я бы сравнил... И тут прав Соломин, который говорит следующую вещь. Ну, во-первых, чего врать, Соломин? Ты чему удивляешься, если у нас вранье государственная идеология? Надо убирать в чертовой... Каждый раз, как первый раз. Да, совершенно верно, ты перефразировал известную шутку. Значит, первый раз не что-то там. Понимаешь, тем не менее, что-то там. И вот этим что-то там оказывается Российская Федерация, которая своим гражданам врет и делает там базу, и после этого почему-то считает, что на всех местных бородатых с оружием это будет у них какой-то паралич. Не будет паралича. Это для них национальная забава. Мочить русских. После чего это обрастет легендами и будет создан фильм «Рэмбо-25», который мы будем смотреть, скачивать в интернете. Я бы только единственное одно уточнение внес. С моей точки зрения, это действительно можно сравнивать с Афганистаном, но не с эпохой вхождения Советского Союза в Афганистан, а с эпохой американского присутствия в Афганистане, когда война формально была выиграна, и основные системы подавления огня, господи, что я несу, и основные вооруженные силы противника уничтожены, но начинается партизанская война. Такой же пример. В Ираке, собственно, рождение исламского государства, организации запрещенной в России, оно же началось как раз после того, как война Соединенными Штатами и коалиции была выиграна. И только после этого появилось, между прочим, исламское государство. Потому что нужно не только... Главный принцип исламского государства и есть партизанская война. Конечно. Они что, иду на вы, они что, помните, как мы в школе учили? Свиньей идут, наступают. А самое главное сейчас, как мне кажется, я не вижу проблемы с точки зрения репутации, если на базу Хмеймим нападают. Это война. Она действительно... Всем нужно объяснить, что война переросла в новые качества. И нужно дать понять, что мы будем с нею бороться, или силы сирийские будут бороться, или спецслужбы будут бороться в новом качестве, а не пытаться скрыть этот факт. Вот это же хуже всего. Не то, что напали на базу. То, что напали на базу, это ужасно, но это случается, это неизбежно, это невозможно защититься полностью. Но врать не нужно. Вот это самое главное. Вы очень все правильно сказали, каждый со своей позицией. Я не очень... То есть, у Нарышкина, обратите внимание, уважаемые радиослушатели, было такое общее недоумение, но оно абсолютно справедливо. Соломин как-то не произнес главную фразу, вокруг которой ходил, вокруг да около, что Российская Федерация – это государство, в котором главная идеология – это идеология государственного вранья. Вранье, которое поддерживается государством, которое стало доктриной, доктриной для того, чтобы нормально прошли выборы, для того, чтобы все было якобы спокойно, не получается на войне, на вранье спокойствие. Не получается. Надо говорить правду. Но правда страшна, потому что самое главное – это вторая доктрина Владимира Путина, который объявил, как вы помните, о чем, кстати, тут говорят. Здесь, в Скандинавии, я же тут встречаюсь с людьми самыми разными, которые занимаются политическим анализом, здесь, кстати, такое изучение России, хотя о ней тут не вспоминают, но здесь есть отдельные сумасшедшие, которым интересно, которые мне задают вопрос, который я им задаю. В чем идеология и в чем смысл следующего президентского срока Путина? На что я отвечаю. Извините, это автопик, но тем не менее. Я отвечаю, остановить Навального. Они мне говорят, и что еще? Я говорю, ничего. Второе – это соврать. В любой ситуации, мы еще будем сегодня говорить, когда будем говорить о выборах, соврать, мистифицировать, обмануть собственное население. Удивительно, но оказывается, идеология государства может быть вранье, на этом оно может стоять. У нас еще есть одно событие, давайте, пожалуйста. Давайте отправимся на восток от Сирии, тоже, в принципе, в этом регионе зависим. Иран, естественно. Дело в том, что тоже очень мало сообщений поступало из этой страны в начале недели, во всяком случае, только мы узнали о том, что в Иране происходят некоторые события. Сейчас уже можно сказать о том, что сотни человек арестованы, десятки человек погибли в результате стволкновений оппозиционеров с правительственными силами. И как и в случае с рядом других примеров в виде стран вроде России, в виде стран вроде Сирии в свое время, если вы помните, в виде стран вроде Венесуэлы, где происходят эти протесты, власти неизбежно говорят одной формулой. Да, конечно, эти протесты вызваны рядом внутренних проблем, и мы от них не открещиваемся. Но в большей степени их разогревают враждебные внешние силы, которые завидуют нашему успеху. Вот в самой этой фразе безусловно, мы не исключаем внутренние проблемы, которые тоже привели к этим протестам. И зависть к нашим успехам и нашему подниманию с колен, оно уже содержится противоречие, которое уничтожает весь пафос этого продуцируемого выражения. Поэтому мне кажется, что любая страна, которая приходит к этой формуле, она неизбежно уже проигрывает. Ты ей не веришь. Ты понимаешь, что значит они сейчас устроят кровавую баню. Все зависит от степени умолешенности людей, которые возглавляют эту страну. Есть люди, которые еще не совсем потеряли ум, есть люди, которые, в общем, никаких других инструментов не видят, у них работают только руки, ну и еще некоторые другие части тела, спинной мозг, то есть. Мне кажется, что в случае с Ираном, там сейчас вроде бы все успокоилось, но ничего хорошего сейчас это не означает. и, естественно, в данном случае я себя даже ощущаю как представителем Соединенных Штатов Америки, которые везде лезут не в свои дела. Мы в таком мире живем. Мы не можем игнорировать происходящее в мире событие, потому что любой появившийся диктатор, который, ну мы договорились так жить, мы договорились в свое время, создали организацию объединенных наций, создали другие институты международные, создали международное право в принципе, и мы договорились, что теперь мы живем как люди, а не как животные. Мы перешагнули этот барьер. И, к сожалению, пока различные вещи, которые происходят в мире, говорят о том, что как животные жить почему-то легче. Да, тут важно вот что. Вот если говорить опять о политических итогах, я хочу сказать, ты абсолютно прав, Соломин, что ты отметил, что, ну как сказать, риторика в любой стране, где народ чем-то недоволен, заключается в том, что это проклятые американцы, или там, неважно, немцы, норвежцы, исландцы, да кто угодно, марсиане, что это именно они инспирировали вот это народное недовольство. Это, собственно говоря, антииронизм. Ну вот как тут сказать, вот такой вот, есть группа людей, такой заговор против Ирана. Да, заговор против Ирана существует, но вы помните знаменито заговор против России существует, но в нем участвует все население, да, Пелевин, если я не ошибаюсь, все граждане Российской Федерации. Так вот, заговор против Ирана тоже существует, и в нем вдруг неожиданно оказалось, участвуют народы Ирана. Знаете, какой для меня тут вывод? Вот сколько бы Владимир Владимирович вместе со своей чудесной администрацией, вместе с Сурковыми, вместе с своими вот этими вот многому, там, мудрецами, которые чего-то там такое придумывают, как стреножить, вернее, скажем так, стреножить Навального, сделать послушный Собчак и впарить народу Путина под другой, в другой упаковке, никогда они не смогут предположить, когда начинается, когда и как начнется российский Майдан. Я специально употребляю это выражение, потому что вот это знаменитое путинское вы хотите, чтобы тут Саакашвили бегали? Будут бегать Саакашвили, потому что есть Путин, который заморозил все и не двигает страну вперед. Но страна это не Путин. Володин был неправ. Путин это не Россия. Россия это не Путин, хотя бы потому, что Путин смертен, а Российская Федерация будет существовать в таком виде или в другом виде многие-многие века, потому что она так существовала и до этого, и не знала она, что есть такой Путин. Поэтому народ обязательно в том или ином виде спросит Владимира Владимировича, Владимир Владимирович, почему мы стоим на месте. И Владимир Владимирович будет обижаться, что бегают Саакашвили. Только фамилии у них будут другие, чисто российские. Поэтому это очередное предупреждение Владимира Владимировича по поводу того, что он и Россия, это немножко разные вещи. Пусть он об этом думает. Вот теперь можем переходить к следующей теме. Это программа Гонопольская. Итоги недели без Евгения Киселева. Герой недели. Чтобы представить героя, я подведу через событие это. Буквально в конце прошлого года или в начале этой недели случилось событие, которое, в общем, давно нам предрекали. Закончился резервный фонд, и он был ликвидирован, присоединен к фонду национального благосостояния. Именно резервный фонд помогал бюджету в непростое время за счет доходов, сверхдоходов от нефтедолларов, накопленных на протяжении периода высоких цен. Именно благодаря ему бюджетники получали зарплаты и даже кое-какую индексацию проводили им. Именно благодаря ему расходы бюджета, раздутые непомерно, не сокращались слишком сильно. И поблагодарить, как мне кажется, за, пусть только за этот год. Этот год очень, это целый год жизни, это целый год жизни россиян. Они, действительно, им стало хуже жить, но они не оказались абсолютно в яме. И поблагодарить за это можно Алексея Кудрина и Германа Грефа, которые в свое время выступили с этой идеей не тратить все деньги от сверхдоходов от продажи нефти, а создать своего рода копилочку. По примеру, многих других стран, у которых это хорошо работает. Благодаря им, сейчас мы справились с очень, очень тяжелым кризисом. И есть у нас некоторая мотивация все-таки вылезти из этого кризиса совсем. Ну что, делаем сейчас паузу небольшую. После новостей и рекламы возвращаемся в студию. Итоги недели без Евгения Киселева. Али. Эхо Москвы представляет программу Гонопольская. Итоги недели без Евгения Киселева. Эта программа Итоги недели без Евгения Киселева. Еще она называется Гонопольская. Мне всегда не нравится эта фраза, но вот ее господин Венедиктов придумал и радуется. Значит, я напоминаю в городе Бергене в Норвегии находится несчастный Гонопольский. Я поясню, почему несчастный. А в Москве, в московской студии Эхо Москвы Нарышкин и Соломин. Значит, почему несчастный Гонопольский? Я вот напомню, что до этого мы говорили про что у нас герои Кудрин и Греф. У нас рубрика Герой недели. У нас Кудрин и Греф, которые придумали когда-то вот этот вот фонд, который должен был, как принято было говорить и как торжественно говорил Путин, это фонд следующих поколений, что вот это вот значит вот когда-то у нас закончится нефть. Значит, почему я несчастный, ребята? Ну, потому что, конечно, в Швеции и Норвегии, которые я посетил, в них все дорого. Но когда вы приезжаете сюда, вы понимаете, куда люди тратят деньги и чего происходит с этими людьми, если у них будет проблема и так далее. Так вот, значит, произошло одновременно два события. Одно событие чуть позже, о котором сказал Соломин, а именно, что господин Силуанов признался, что в нашем фонде вот в этом заканчиваются деньги и что все, на этом мы закончились. И Соломин еще так красиво сказал, как хорошо мы как-то протянули этот год. Ну, а что Соломин мог сказать? Больше ничего, потому что, слава Богу, что на этих деньгах, которые мы, внимание, говорю слово, просрали совершенно грандиозно, мы дотянули этот год. Правда, господин Путин забыл сказать, как мы будем протягивать дальше. Мы будем протягивать жизнь или ноги. Так вот, новость от 20 сентября 2017 года. Она звучит так. Государственный нефтяной фонд Норвегии, крупнейший в мире фонд суверенного благосостояния, впервые за свою историю превысил 1 триллион долларов. Еще раз повторяю, 1 триллион, не миллион, триллион долларов. Это опечатка, опечатка. Да, конечно. Так вот, в чем был смысл и вот здесь вот цитата господина Ингвеслингтата и так далее. Сложная фамилия. Я не думаю, он говорит, что кто-либо ожидал, что фонд когда-либо достигнет одного триллиона, когда первая передача нефтяных доходов была произведена в мае 96-го года. Достижение 1 триллион, это веха и рост рыночной стоимости, всегда было шеломляюще. Так вот, в чем смысл и российского и норвежского фонда будущих поколений? Вот этого. Мы откладываем деньги от нефти, потому что понимаем две очевидные вещи. Первая вещь звучит так, нефть не бесконечно, она когда-то закончится, а жить надо, чтобы не протянуть ноги. И вторая вещь звучит так, пенсионеров становится все больше и нужно уважать и любить свое население, нужно уважать и любить этих стариков, особенно в Российской Федерации, которые тянули лямку, и вот эта знаменитая фраза, когда звонит пенсионер, я 40 лет горбатился на эту страну, чем она мне отвечает? Отвечаю пенсионеру, фигой с маслом она тебе отвечает, или даже не маслом, потому что вот нынешнее руководство, которое, конечно, к Путину не имеет никакое отношение, поэтому Путина надо снова выбрать, для того, чтобы он навел порядок, потому что предыдущий президент все просрал, значит, вот этот вот президент должен это исправить, как он будет исправлять, не знаю, так вот, они в Норвегии, 1 триллион долларов, у них этот фонд будущих поколений, а в России он закончился, вот на этом в принципе, вот знаешь как, если была предвыборная кампания, почему Путин боится дебатов, потому что любой человек, который выйдет, он его спросит, Путин, почему 1 триллион в Норвегии, хотя, чтобы вы знали, в Норвегии сложнее добывать нефть, а в России проще, тем не менее, вот это мы имеем. Ну хватит, ну зачем, вы сами любите часто говорить у нас в эфире, когда мы, например, готовим наше голосование, вопрос для голосования, которых у нас сегодня нет, по понятным причинам, мы сами сравниваем, например, соленое с квадратным, ну зачем сравнивать Норвегию и Россию абсолютно разные территории, по всем показателям, по населению, по размеру территории, по государственным возможностям, а по военным, по полезным ископаемым, не по военным, по полезным ископаемым, хорошо, у нас, вы можете смеяться, можете не смеяться, у нас совершенно другая политическая ситуация, хорошо, против нас, в представлении Владимира Путина и всяких генералов весь мир, Мы главные оппоненты Штатов. Не Соловьева Киселева. Зачем ты мне это рассказывал? Ты лучше спроси, что я тут видел? Как тут люди живут? Фьорды вы видели. Норвегии фьорды. Фьорды видел. Фьорды и нет. И норвежский лосось есть. Ну и что еще в Норвегии есть? Ну давайте просто порадуемся за Норвегию, что у них хорошая, спокойная жизнь. Замечательная. Наша передача не этому посвящена. Наша передача посвящена. Ну а зачем сравнивать разные вещи? Норвегия, с кем последний раз Норвегия войну вела? Так это вопрос кому? Много ли в Норвегии теракт? Нет, подожди. Если политика Российской Федерации абсолютно сумасшедшая, если страной руководит непонятно кто, который теперь уже вообще не понимает, как ею руководить, это значит, что мы не можем сравнивать две страны. У Норвегии оружие какое? Какое оружие выпускает Норвегия? Сколько у... Соломин. Я не понимаю, чем я занимаюсь. Сколько у Норвегии ядерных боеголовок. Еще раз, Матриевич, я понимаю ваше восхищение Норвегии, тем более вы там находитесь, вы... Я не понимаю, чем мы сейчас занимаемся. Зачем ты мне это говоришь? Зачем вы говорите про стрелион у Норвегии и ничего у России? Подожди, может нам прекратить передачу? Я не понимаю тогда, чем мы занимаемся. Ты чего меня троешь, так и могу? Давайте порадуемся. Подождите, мы спорим. Конечно, у нас дискуссия. Давайте будем восхищаться тогда тем, что Россия сейчас смотрится гораздо выгоднее, чем Венесуэла. У Венесуэлы инфляции 1400% у нас гораздо меньше. Ребята, я сейчас просто уйду из передачи, потому что я этого не понимаю. Это будет непрофессионально. Господин Норышкин сейчас упрекнул меня и начал стебаться надо мной, зачем я сравниваю две страны. Я имею право сравнивать любые страны. Тем более, что эти страны имеют нефть. Только одна страна 1 триллион, а другая страна стабилизационный или какой там этот фонд закончился. Я что, не могу спросить? Если твой ответ, зачем я сравниваю, потому что это две разные страны, тогда живи себе с Путиным и радуйся, и тогда наша передача вообще не имеет смысла. Мы можем идти дальше? Давайте пойдем. Потому что меня бесит этот разговор. Я не понимаю. Мне хотелось бы, дорогой Матвей Юрьевич, хотелось бы через неделю я принесу специальные цифры, сравнить уровень жизни в КНДР и в России. Редиска недели. Буду вам доказывать. А вот это наше в ту сторону. Да неважно. В ту сторону. Хорошо, да. Хорошо. Редиска. Удивительная вещь сейчас происходила. Давайте дальше. Это программа «Голобойская». Итоги недели без людей Киселева. Редиска недели. Редиска недели. Американские журналисты, писатель Майкл Булс, который издал какую-то сенсационную, скандальную книгу про Дональда Трампа, где выложил, по-моему, знаете, было много различных слухов по поводу того, чем Трамп занимается, что у него в голове и так далее. И вот все какие-то стереотипы, шаблонные представления о Трампе, они собраны в одной книжке. Там, по-моему, 300 страниц. Ну, книжка, наверное, можно считать ее серьезным таким трудом, потому что этот Майкл Буллов, он полтора года назад вошел в окружение Дональда Трампа, провел около 200 интервью, и в результате получилась вот эта книжка, которая уже, например, на Амазоне в категории «Бестселлер» продается за 20 долларов. Но, если кто не знает, там среди вот таких вещей, которые, может быть, сейчас хорошо расходятся, особенно по новостям, там сказано, что, например, Дональд Трамп ест Макдональдс, а не какое-то там особое блюдо, потому что он боится, что его отравят. Дональд Трамп раскрывается секреты его прически и секреты цвета его волос. Значит, Дональд Трамп расстроился, когда выиграл, потому что не хотел побеждать. Его бывший советник Беннон, который такой ультраправый персонаж, он рассказывает, что у Трампа были какие-то связи с Кремлем. Трамп сам пытается остановить публикацию этой газеты, и тому самому Бенну даже грозит судебным разбирательством. Казалось бы, это же здорово, все мы ждали вот такой вот истории. И тем более, можно даже восхититься, наверное, талантом этого Майкла Вулфа, что он написал вот очень-очень вовремя такие книжки. Заработает кучу денег. Настоящий писатель с большой буквы, настоящий предприниматель. Но вы же понимаете, это та же история, что, например, может приключиться в России, и это происходит с критиками Владимира Путина. Если ты являешься последовательным критиком Владимира Путина, ты можешь просто, не обязательно что-то говорить, ты можешь читать у себя в Фейсбуке какие-то критические публикации. Ты можешь слушать своих любимых, не знаю, политиков или журналистов в эфире радиостанций. Или смотреть их по отдельным телеканалам, читать в отдельных газетах. И ты восхищаешься этим, когда ты про своего нелюбимого, например, Путина, читаешь какую-нибудь гадость, что Путин сначала, не знаю, насилует детей, а потом ест детей. И ты понимаешь, да, да, я 18 лет его ненавижу, да, вот я так и знала, что он это делает по ночам, а еще по вечерам. А зачем он улетел в Хакасию вместе с Шойгу? Наверное, они там вдвоем насилуют, а потом жрут детей. Вот не требуется доказательств, когда у тебя в голове целиком какая-то ненависть, когда ты ненавидишь конкретного политического деятеля. Книжка сейчас очень популярна, она бестселлер, потому что американцы, довольно серьезное количество американцев ненавидят Трампа. Поэтому этот человек станет миллионером, миллиардером. И самое еще раз, проблема в том, что книжка не требует никаких доказательств, не требуется доказательств тем, кто ненавидит Трампа. Можно сказать что угодно про него, можно сказать что угодно про Путина. Трамп не должен, как мне кажется, я тут еще советник, Трамп не должен сейчас опускаться, например, до комментирования, в принципе, этой книги. Там очень много разных фактов, спорных. Много вопросов к этому журналисту, Майклу Вулфу, потому что про него говорят. Но как бы у него такая репутация человека, который готов всасывать всю информацию, которая приходит даже из более чем сомнительных источников, вообще похоже на то, что книжка специально написана, чтобы дискредитировать Трампа. Специальные люди подкинули этому Вулфу, не знаю, счастливому или несчастному, все эти материалы и сказали, вот, пожалуйста, скомпонуй и опубликуй такую развлачительную историю. Но, хорошо, сейчас вот я помогу нашему видео, которое в YouTube, я помогу собрать 100 гневных комментариев и, не знаю, тысячу дислайков. А чем занимается Алексей Навальный, когда про чиновников очередные какие-то вещи публикуют? Навальный занимается тем же самым. Он получает какую-то информацию. Хорошо, даже если он ее сам добывает. Публикуют ее. И фанаты Навального, поклонники Навального, будущие избиратели Навального, они думают, да, да, чертовски ты прав, Алексей Анатольевич, чертовски прав. И я знала, что вот часы у него, они сворованы. Я знала, что вот это вот и недвижимость, и не нужны доказательства, и не нужны потом выступления Пескова, не нужны опровержения разных чиновников, ничего. Все, Навальный сказал, это уже главный аргумент. Вот, вот проблема. Поэтому Майкл Вуф, человек, который вроде бы журналист, объективность, да, и так далее, сделал очень нехорошую вещь. Но, собственно, все. Хотите, добавьте что-нибудь. Вы знаете, ребята, у меня такое ощущение, что что-то произошло с Нарышкиным. Вот что мы сейчас с вами слышали? Мы сейчас слышали, что, по сути, вот если огрубить фразу, что не надо писать про лидеров книгу. Интересная была история. Вот была сказана цитата. Цитирую Нарышкина. Он говорит, да, мы знали, что у Пескова часы такой стоимости. Так это уж подтвердилось, и возникает вопрос, откуда у Пескова часы такой стоимости. Значит, получается, что человек, который нашел свидетельство, что у Пескова часы такой стоимости, теперь это проблема Пескова. Песков должен ответить, где он купил эти часы, как пример. Значит, послушайте меня. Журналист должен писать книгу. Если журналист врет, то это проблема журналиста. Но если журналист пишет правду в этой книжке, свидетельские показания того, что, как вы знаете, одна из вещей, которая возмутила Трампа, что это публикуют, что он не хотел быть президентом и шел в президенты ради пиара и говорил своим знакомым, да, мы проиграем, это понятно. Самое главное, что как бы наша капитализация, я говорю другими словами, да, хайпанем, понимаете, то тогда возникает вопрос. Во-первых, мы отчетливее начинаем понимать, кто стал президент. Ну, не мы, это дело американцев. Раз. И второе, не забывайте, что этот человек пойдет на второй срок. Поэтому американцы должны понять, он пойдет ради хайпа на второй срок, или он действительно хочет быть президентом страны. Или это первый случай, когда президент стал случайно. Поэтому я спорить с Нарышкиным не буду. Я считаю, что сегодня он сошел с ума, потому что он говорит, ну, условно говоря, да, ты красавица, я тебя люблю. Ты знаешь это. Взаимно, да. Просто на эхе стал перерастать троллинг, стал просто в... Он стал ежедневным, и в каждой... Ну, вы не слышите меня, да, вот я пять минут, пять минут говорил. Слышу! Черт тут троллинг. В США ценность этой книги, она в чем? Они не могут... Она в том... ...поцитироваться этой книжке, свалить Трампа, и... Процитирую тебе... Нет, я процитирую тебе человека, который является твоим начальником, и еще десять лет назад, это Венедиктов, который сказал правильную фразу, который сказал, мы должны, мы можем не знать, например, про, не знаю, там, про Соломина какие-то подробности, но мы должны знать все подробности про Путина, ну, имеется в виду не Путина, а любого лидера, потому что мы его выдвигаем лидером страны. Мы должны знать все, какой туалетной бумагой он... Да, с кем спит Путин! Матвей Юрьевич, счет возьми, это так важно! Потому что, да, важно! Это важно, потому что, если он спит с какой-то ненормальной женщиной, а это его проблемы, с кем он спит, если он спит с кем-то ненормальным человеком, который может воздействовать на него, когда он является президентом Российской Федерации, мы должны знать про него, потому что страна полетит в тар-тарары. В этом смысл открытости и задачи средств массовой информации. Мы давно говорили об этом, про лидера страны, который всю страну ведет, который ответственен за всех абсолютно и за то, что происходит, мы все должны знать. Все, до последней, потому что президент это функция. Скажет, что Путин спит с Шойгу. Те, кто ненавидит Путину, они скажут. Нет! Владимир Владимирович, я такого никогда не скажу. Они скажут. Это поклёк. Да, Соломин, спасибо, что сказал. Правда, наконец-то эхо Москвы нам открыло глаза. А люди нормальные покрутят. Все, стоп, стоп, стоп. Соломин этого никогда не скажет. Ты почему-то считаешь американских журналистов жуликами. Соломин нормальный профессиональный чувак. Кстати, книге Колесникова от первого лица мы же не имеем никаких претензий, потому что это было интервью с Путиным. Путин говорил, и это была книга от первого лица. Если Соломин вдруг сойдет с ума и решит написать книжку про Путина, то это будут разговоры с реальными людьми. Это будут какие-то показания людям не бабок с улицы, а реальным людям, которым можно верить. Это будет журналистская работа. Вот что важно. И книга, о которой мы говорим, это журналистская работа. Она основана на свидетельских показаниях. Пожалуйста, он может подавать в суд. Я имею в виду Трампа. Но ставить под сомнение необходимость нам все знать о лидере, это, по-моему, это просто на вас воздействует в Нарышкин погода. Хорошо. Я бы на месте Соломина только про вас книги написал. Больше будет информации. Я не баллотируюсь с президентом. Это не важно, вы яркий медийный персонаж. Я бы прочитал эту книгу. Кстати, я хочу тебе сказать, что в Украине выпущена марка филателлистическая. С моим изображением, но не только с моим. Все журналисты нашего телеканала. Это такая совместная акция почты Украины и нашего телеканала. Сделаны очень красивые, эффектные фотографии. И выпущено. Я тебе пришлю письмо прощальное, на котором будет эта марка наклеена. А мне пришли приветственное тогда. Тебе приветственное. Да, я тебе подарю даже марку. Последняя тема. Давайте поехали. Идет избирательная кампания. Если вдруг кто не заметил, в Центральной избирательной комиссии отметили небывалый интерес к этим выборам. Это не все же политики. 60 человек сказали, что они хотят быть кандидатами. Направили соответствующие уведомления. И есть, разумеется, представители партии. Много самовыдвиженцев. 40 человек. Вот Владимир Путин, кстати, тоже идет как самовыдвиженец. Начал собирать подписи. Я в пятницу съездил даже на Белорусский вокзал. Не без труда нашел место, где эти подписи собираются. Там были скучающие ребятки. За полчаса к ним два человека подошло. Даже очередь стояла. До третику. Нет, очередь кастом стояла. Билеты покупать. А подписи за президента ставить не очень хотели. Ну, а вы знаете, самое интересное, что почему мы эту тему взяли не в фокусе. Я подспрашивал людей на вокзале и интересовался. Вот вы знаете, что стенд? Здесь написано подписи за Владимира Путина. Я уже не помню. Там текст «Сильная Россия» и что-то такое. Почему вы не хотите президента поддержать? А мне женщины, которые говорят, что они являются фанатами Путина, они мне объясняют. Ну, а зачем это нужно? Он и так победит. Вот. Понимаете? Идет вроде избирательная кампания, всякие заявления делаются. Навального в очередной раз игнорирует наш Верховный суд, говорит, что нет, ты не пойдешь на выборы. И вроде бы все формально соблюдается, да, календарь соблюдается. До 30-го числа эти подписи нужно будет сдать, еще какие-то финансовые отчеты. Потом уже будет официальная регистрация кандидатам. А все равно даже простые русские люди, даже те, кто верят в Путина, понимают, что никакой интриги нет. И грустно. Мне кажется, что наличие такого большого количества заявлений, оно как-то и неплохо, и нехорошо, потому что, с одной стороны, можно обвинять их в том, что они пошли туда ради пиара, а с другой стороны, ну, какой пиар, у нас 5 кандидатов мы знаем более-менее, а остальные как были покрыты завесой тайной, так и остались. Для того, чтобы участвовать в дебатах, им нужно еще зарегистрироваться, нужно собирать подписи. Нет, очень хорошо, если есть люди, если среди этих 60 человек, есть люди, которые действительно ощущают себя политиками или политиками будущего. Очень хорошо, что они идут, пытаются что-то делать, ну, пусть они собирают подписи, пусть будут бороться сначала за вот эти выборы, чтобы пройти все необходимые фильтры, пусть набираются опыта. Я в этом не вижу, если честно, ничего плохого. В других странах в выборах участвуют совершенно разные люди. Самое главное, чтобы трибуна вот эта вот политическая, она не была заблокирована. Ну, все-то упирается в это, ведь она заблокирована для одного из кандидатов. Неважно, Навальный, не Навальный, если одного из кандидатов не пускают под надуманной причиной, то чего стоит тогда вся эта предвыборная борьба с участием 60 человек? Да, ну, чего стоит эта борьба, мы знаем, и смысл президента это возвышать Конституцию. Наш нынешний президент, собственно, унизил ее до того, что ему совершенно не важно, кто его будет выбирать и так далее. Все это делается для формы, это позорище, но мне важно то, что сказал Соломин, потому что действительно, вот вдумайтесь, да, какие-то там сейчас, ну, есть какие-то странные кандидаты, которые там сгинут и три подписи соберут и так далее, да. Есть люди, которые уже думают о постпутинской России, и если Навальный о ней думает очень-очень давно, наверное, вот с того момента, как он пришел в политику, то Ксения Собчак вдруг, которая, да, вот там что-то занималась какой-то светской жизнью, была журналисткой, вела чего-то такое, вдруг она сказала, а почему не я? И дело здесь не в том, что, можно сказать, ей Путин разрешил. Важное не в этом, важное в том, что она до Навального об этом не думала, а когда возник Навальный, как некий генератор возможностей, не политических, а чисто человеческих даже возможностей, интеллектуальных возможностей, в данном случае я Навального так воспринимаю, вдруг, вот был же какой-то момент, когда она сидела, пила, ну, мы же представляем ее светской дивой, что она там пила, подскажите мне, что-то она там, значит, такое пила, какой-то шампань, вдруг она сказала, да блин, как будто она пила пиво, она сказала, а почему бы не это? И вдруг мы видим, как люди понимают, что Путин, да, он сейчас навсегда, но на самом деле он не навсегда. Все, нам надо заканчивать. Хорошие, интересные были сегодня темы, прекрасный, профессиональный соломин, который поддакивал мне во всем, ужасный, отвратительный, вот это английское слово, аглы, аглы, значит, вот такой отвратительный Нарышкин, который надо мной издевался и контролит. Да, я их всех люблю, и вас, уважаемые радиослушатели, до встречи через неделю, пока, счастливо. Это была программа Гонопольская. Итоги недели без Евгения Киселева. Али! Субтитры создавал DimaTorzok